Женщины, что вас больше всего смущает в мужчинах? Их не желание идти к врачу, даже если на то есть реальные причины. Эй, у тебя отвалилась нога. Фигня, это всего лишь царапина. Почему мужчины редко уточняют дополнительную информацию? Муж с другом планируют провести вечер на стол, который должен начаться в 17.00 у друга на квартире. Вот и вся информация. Нужно ли нам принести какие-нибудь игры? Это будет происходить во время ужина. Мы будем там есть? Нужно ли приносить с собой еду? Насколько человек? Кто там будет? Он ничего не знает. Ничего. Иногда я использую шампунь своей жены, так как его запах напоминает мне о ней. Я кайфую от этого. Я. Слушай, я не хочу ворчать, но ты бы мог вынести мусор? Он. Да. Я. На следующий день вижу, как мусор стоит все там же. Да мы на самом деле собираемся вынести мусор. Просто слишком долго это откладываем и в конце концов забываем о нем вовсе. Переключает каналы по телеку, натыкается на фильм, не знает, когда он начался и вообще не понимает суть сюжета, досматривает фильм до конца. В Нидерландах парни называют друг друга словом пик, которое переводится как хуй. Но они это говорят в дружеском тоне, потому что они кореша. Зачем называть друг друга хуй? Почему бы и нет? Австралийцы называют друг друга пизда. Пик прикольное слово. Моя жена говорит, что не понимает этого прикола, когда мой друг приходит к нам домой и сразу идет на кухню за жратвой и питьем, так как будто бы он у себя дома. Мне вообще насрать на это. Жена говорит, что они с подругами никогда так не делают. Смотрит в открытый холодильник и говорит, у тебя есть что-нибудь пожрать, попить? Не знаю, посмотри в холодильнике. Как мало они знают о своих друзьях. Мой муж дружил с одним парнем многие годы и не знал, сколько ему лет. Я даже не знаю, сколько мне лет. То, что они абсолютно отказываются просить о помощи. Как-то раз, когда у нас еще не было смартфонов, я была с одним парнем и нам нужно было найти улицу моей подруги. Он предпочел абсолютно бесцельно шататься целых 30 минут, прежде чем мое терпение лопнуло, и я подбила его на то, чтобы он спросил направление у прохожих. Эти рукопожатия, как вы их координируете, я не могу понять. Практика длиною в жизнь. Почему парни так боятся получать подарки? Приятель, я нашла классную пару носков, которые выглядят как акула, поедающая твою ногу, и я заплатила за это копейки. Почему теперь ты должен вести себя так, будто обязан оплатить мое обучение в универе? Почему я не могу подарить парню подарок просто так? Однажды я дала ему скрепку, теперь он покупает мне дом. Почему, когда я отправляю ему сообщение с 3 плюс частей, он отвечает только на самую неважную? Я пишу. Эй, я видела нашего общего друга, пока бегала по делам. Что ты хочешь на ужин? Я иду за продуктами, и ты вынес мусор? На что получаю ответ. О, да, Дэйв, давно его не видел. Ребята, когда вы носите узкие джинсы, куда девается ваш член? Чисто интересуюсь, вы его типа заправляете или чё? Ваш пенис не болит после того, как вы снимаете джинсы в конце дня. Зависит от парня. У некоторых ребят он как бы скрючен в бок. Хотя в целом сложно сказать, так как у узких джинс не так много места для пипирки. Вялые пенисы очень гибкие, они могут зафиксироваться в разных безумных позициях, без какого-либо вреда. Большинству парней достаточно лишь сжать его, надевая джинсы. Реальная проблема это яйца. Если на них что-то давит, то они болят. Но в узких джинсах есть достаточно места для яиц, которое в свою очередь может пригодиться и для пениса. Он использует мой дорогой шампунь, чтобы помыть всё своё тело, в то время как тут же лежит кусок мыла. Как они со всеми могут легко подружиться? Серьёзно, я была на работе, и видела как двое парней стали орать друг на друга. Дело дошло чуть ли не до драки. Я пошла за охраной, и когда мы вернулись, то увидели, как эти парни стоят и смеются. Они даже не были друзьями, они не знали друг друга до этого. И вот внезапно они лучшие кореша. Видимо, мужчины умеют ни о чём не думать. Если это правда, то как, блядь, это работает? А ещё просмотр телека, отдых с рукой в штанах. Не понимаю этого. Не замечала такого у девочек, но замечала, как мой муж может сконцентрированно пялиться в небо. И на мой вопрос, что не так, дорогой, ответить что-то типа, «Как ты думаешь, если бы все наши домашние животные разом напали на меня, я бы смог от них отбиться?» Видела, как другие парни делают то же самое. Это так очаровательно. У нас питбуль среднего размера, маленькая чухуахуа, два хорька и хомячок. Так что ответ, скорее всего, да. Хотя, если они нападут, пока он будет спать, то, возможно, наш питбуль сможет уделать его. Большое спасибо за просмотр. Ну, девчонки, напишите в комментариях, а что вас смущает в мужчинах? А также советую посмотреть видео о бесполезных советах, которые оказались на самом деле полезными. И истории с вероятностью один на миллион.